Ваше искусство давно уже ушло от тухлых поползновений до жизнеподобия. Оно поэтому называется концептуальное, современное искусство. В новом пространстве Театра наций выворачивают наизнанку загадочный и неоднозначный мир современного искусства и предлагают зрителям провести 7 дней в Савриске. Это не просто какой-то оторванный экскурс в современное искусство, а это история героев. У нас получается, что это довольно комические всякие ситуации, образы. Ну и вот через них есть некое такое погружение в мир современного искусства или Савриска, как он у нас теперь называется. У некоторых героев спектакля нет имен, только должность и функция. Все они люди из отечественного арт-мира, от инвестора и директора музея до куратора. Но несмотря на непохожесть персонажей, цель у них одна — пережить вместе споры и падения, открыть революционную выставку и получить престижную награду. Любой спектакль, неважно, какой вопрос он поднимает, это всё-таки про внутренние соприкосновения друг с другом. Играю роль Маши Смирновой, она координатор. Мы хотели сделать человека, который безумно вовлечён в это до фанатизма и забывает про свою личную жизнь. При создании спектакля вдохновлялись книгой Сары Торнтон «Семь дней в искусстве». У режиссёра получилась цитерическая пьеса о семи главных вратах, через которые проходят работы российских современных художников. Эта постановка — диалог со зрителем, незнакомым с тонкостями индустрии. Здрасте. Спасибо. Это я. Мы очень надеемся, что людям будет и весело, действительно по-настоящему весело, потому что это во многом гиперсовременная комедия положений. То есть не та, которая итальянская, а как самый настоящий американский ситком. На сцене минимализм в декорациях, мультимедийные экраны и главный экспонат «Чёрный банан», созданный для спектакля современными художниками. Эту разоблачающую производственную комедию будет интересно увидеть всем, но в числе первых зрителей всё же представители творческого мира. Этот мир требует смекалки, как мы все знаем. Глобальная современная искусство даёт тебе возможность очень индивидуально посмотреть на разные вещи. Эта постановка станет частью постоянного репертуара театра. Первые спектакли с 15 по 17 января 2021 года. Екатерина Фролова и Антон Ситников. Вести.